Вы говорите об энергии дня, допустим месяца, ну как код дня, код месяца, а вот код человека, наконец-то мы приходим к этому, код человека, код личности, есть ли он у каждого отдельного человека, вот у нас зрители есть, кто смотрит, посмотрят записи больше на много людей, и у каждого из нас, у каждого из вас, друзья, есть этот код? Как его узнать, для чего? Да, конечно, это, как я люблю говорить, что каждый из нас это уникальный, уникальный драгоценный камень, да, как сокровище такое, драгоценный камень, и вот у этого драгоценного камня есть разные грани, много грани, поэтому, собственно говоря, если мы с каждой цифрой связываем определенное, как бы, качество, определенное состояние, определенное проявление в чувствах, то, естественно, таким образом мы можем описать разные грани личности, да, у каждого из нас. И вот для того, чтобы показать эти разные грани личности, для этого, собственно говоря, в этой методике я и составляю нумерологическую карту, потому что в этой нумерологической карте есть показатель, который показывает маршрут, по которому нам суждено идти по жизни от начала до конца. И это вот первая грань нашей личности, у каждого из нас свой маршрут, и его можно описать. И мы уже на этом маршруте вопрос только, что мы делаем, мы идем по нему или уходим в сторону от него, да, или изо всех сил сопротивляемся. Поэтому первый показатель, как бы, в этом коде личности – это маршрут в нашей жизни. Затем второй показатель в этой же карте, который я рассчитываю, это каким вам или какой вам, мужчина или женщина, нужно стать на этом пути. Какой вам надо стать или по-другому, как себя выражать на этом маршруте. Это второй показатель, это вторая цифра кода вашей личности. Третий показатель, как вы можете, идя по этому маршруту и проявляя себя, вот таким образом, выражая себя правильно, как вы сможете исполнять свои желания. Есть такой там показатель желаний ваших. То есть как вы можете исполнить свои желания в этой жизни. Это третья цифра вашего кода. Четвертая, а чего от вас ждут все вокруг. Это показатель, который описывает ожидания, которые вам нужно обязательно оправдать по отношению к окружающим. Они ждут от вас, этого требуют иногда очень сильно, а вы никак не можете понять, чего они для вас докопались. Это четвертый показатель вашего кода личности. Затем пятый – это какие у вас приоритеты по жизни. Какие приоритеты должны быть. Как выставлять эти приоритеты так, чтобы вы были успешны в своей жизни. Поэтому показатель приоритетов. Это пятый код. Шестой код – это ваш талант. У каждого из нас есть свой талант. И есть как бы показатель вашего таланта. Это также составляющая кода вашей личности. Затем седьмой показатель – это ваша сила. То есть энергии, которых у вас много. И это ваше преимущество, на которое вы можете уверенно опираться. Но которым надо учиться пользоваться правильно, чтобы никто не пострадал от вашей силы. Это ваша сила. И восьмой показатель – это показатель вашей слабости или вашего недостатка. Или по-другому. Это перспективы вашего роста и развития. Потому что недостаток – это семя вашего достоинства. Потому что если вы знаете, какой у вас недостаток, вы уже знаете, над чем работая. Вы можете превратить этот недостаток в силу, если вы обладаете знаниями соответствующими. Поэтому восьмой показатель вашего кода личности – это ваша слабость, которую вы по жизни должны превратить в вашу силу. Ваш недостаток, который вы обязательно превратите в достоинство, если вы знаете, как работать с этой задачей. Поэтому в этой системе код состоит из восьми показателей. И вот это первая часть карты, которую я составляю для своего клиента. А вторая часть карты – это уже кармистские долги, описание определенных задач в прошлой жизни. Управляющие числа – это энергия, которая нагляет человека силой, влияет на общество, оказывает влияние на окружающих. И вот программа развития, где жизнь делится на периоды. И мы можем определить, в какой из периодов, какие у вас уроки, какие у вас возможности, какие препятствия. Это вторая часть карты. И третья часть карты – ваш личный календарь. Как тактический инструмент, который позволяет вам уже прогнозировать год, прогнозировать месяц, ну и планировать свой день успешно. Поэтому в карте есть все это. Код можно прописать, но не так важно его прописать, как важно его расшифровать. То есть понять, что собой представляют эти задачи и что нужно делать для того, чтобы их успешно решать. И вот в этом цель, собственно, задача моей консультации, которую я провожу, показать и объяснить человеку, в чем состоит его уникальный потенциал, какие задачи перед ним стоят. Ну и как он решает эти задачи, может выйти на новый уровень. Спасибо. 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 Спасибо.